Всем привет, меня зовут Влад, и сейчас я хотел бы поведать вам о некоторых из самых знаменитых и интересных философских парадоксах. Я сразу хочу сказать, я не буду просить вас подписаться, или поставить там лайк, или еще что-то. Я думаю, вы сами в состоянии разобраться, что вам там нравится, а что нет. Единственное, я хотел бы попросить вас немного иначе взглянуть на такую штуку, как философия. Потому что в школе вовсе не проходится философия, а в институте философия, как учебная дисциплина, это скорее ее история, а не попытки научить студентов мыслить как-то нестандартно, искать среди мыслей в своей голове наиболее интересные и необычные, ну и так далее. Единственная моя задача здесь показать, что философия эта интересна и даже отчасти весела. Давайте приступим. И начнем мы с парадокса ценности. Я сказал, что вы сами в состоянии разобраться в том, что вам больше нравится. Однако, если я сейчас предложу вам стакан воды или стакан, наполненный алмазами, что бы вы выбрали? Думаю, очевидно, что стакан с алмазами, хотя абсолютно каждый из нас с вами понимает, что вода гораздо более ценный ресурс для человека, чем алмаз. Ведь без воды человек жить не сможет. Однако, запаса воды, конечно же, больше запасов алмазов. Поэтому, в целом, мы знаем, что ничего странного в разнице цен нет. Ведь речь идет о стоимости единицы каждого ресурса, а она во многом определяется таким фактором, как предельная полезность. При непрерывном акте потребления какого-либо ресурса, его предельная полезность и, как следствие, стоимость неизбежно падает. Эту закономерность еще в 19 веке открыл прусский экономист Герман Генрих Гассен. Говоря простым языком, если человеку последовательно предложить три стакана воды, первый он выпьет, водой с второго умоется, а третий пойдет на мытье пола. В конце добавлю, что этот философский парадокс многим в наше время даже не покажется парадоксом. Ну, то есть, нам очевидно, что алмазы стоят дороже, чем вода. Но вы только вдумайтесь, в наше время люди готовы экономить даже на еде, чтобы потратить десятки тысяч денег на обувь. И им кажется, что это здравая мысль. Разве это не парадокс? Второй парадокс на сегодня – это парадокс убитого дедушки. Заключается он в следующем. Вы построили машину времени, отправились в прошлое, нашли своего деда до того, как он встретил вашу бабушку, и деда вы убили. Получается, что не родился, например, ваш отец. Соответственно, не родились и вы. Отсюда вопрос. Раз вы не родились, как вы могли построить машину времени и убить деда? Получается, вы не родились, вашего деда никто не убил, и вы все-таки в итоге родились. Интересный парадокс получается. Что тут можно сказать? История с убитым в прошлом дедушкой часто приводится учеными как доказательство принципиальной невозможности путешествия во времени. Однако некоторые специалисты говорят, что при определенных условиях парадокс вполне разрешим. Например, убив своего дедушку, вы создаете альтернативную версию реальности, в которой вы никогда не будете рождены. Кроме того, многие высказывают предположение, что даже попав в прошлое, человек не сможет на него повлиять, так как это приведет к изменению будущего, частью которого он является. Например, попытка убийства дедушки заведомо обречена на провал, ведь если внук существует, значит его дед так или иначе пережил покушение. А что вы думаете по этому поводу? Третий парадокс на сегодня носит название «Корабль Тесея». Название парадоксу дал один из греческих мифов, описывающий подвиги легендарного Тесея, одного из афинских царей. Согласно легенде, афиняне несколько сотен лет хоронили корабль, на котором Тесей вернулся в Афин из острова Крит. Конечно, судно постепенно ветшало, и плотники заменяли прогнившие доски на новые, в результате чего в нем не осталось ни кусочка старой древесины. Лучшие умы мира, в числе которых видны философы вроде Томаса Гоббса и Джона Лока, веками размышляли над тем, можно ли считать, что именно на этом судне когда-то путешествовал Тесей. Таким образом, суть парадокса в следующем. Если заменить все части объекта на новые, может ли он быть тем же самым объектом? Кроме того, возникает вопрос, если из старых частей собрать точно такой же объект, какой из двух будет тем самым? Представители разных философских школ давали прямо противоположные ответы на эти вопросы, ну и однозначного ответа не существует до сих пор. Четвертый парадокс – это парадокс лжеца. Если вы в данный момент скажете «я сейчас лгу», будет ли это ложью или нет? То есть, если это ложь, то вы, получается, сказали правду, что сейчас вы лжете. Соответственно, то же самое и наоборот. Если вы сказали «я сейчас лгу» и это правда, то получается, что вы лжете. Если вы запутались, то вот вам современная форма данного парадокса. Парадокс Пиноккио. Как известно, когда Пиноккио врал, у него вырастал нос. Если он скажет «мой нос сейчас будет расти», будет ли у него расти нос или нет? Парадокс лжеца показывает противоречие высказывания в разговорной речи формальной логике. С точки зрения классической логики проблема эта неразрешима, поэтому утверждение «я лгу» вообще не считается логическим. Ну и последний парадокс на сегодня. Он правда не является в полной степени парадоксом. Это скорее просто мысль, которая лично мне показалась интересной и весьма неоднозначной. Итак, представьте, что абсолютно все в нашем мире стали веганами. То есть все люди в мире перестали есть мясо и любые продукты животного происхождения. Ну то есть перестали использовать в пищу яйца, молоко, само мясо животных, перестали использовать гусиный пух, шерсть и так далее. Так вот, в чем же вопрос? Для человека больше не имеет смысла разводить свиней, кур, коров и остальных животных. Получается, что всех оставшихся животных нужно куда-то деть. А куда их девать? Либо убить, либо ухаживать дальше за ними, либо отпустить. Получается, что убивать-то их незачем, ибо это просто никому не нужно. Ухаживать дальше слишком хлопотно и дорого. Остается их только отпустить. Но мы помним, что это домашние животные и скорее всего подавляющая часть этих животных не переживут и первую зиму на воле. Кого-то съедят другие хищники, кто-то умрет от холода или нехватки еды, кто-то от болезней. И получается такой парадокс. Человек убивает ежегодно тысячи особей различных животных, но если бы он этого не делал, то эти животные бы вымерли как виды. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что животные бы все-таки смогли приспособиться к дикой жизни и все-таки смогли бы вернуться на волю. К слову, например, знаменитая британская писательница Вирджиния Вулф как-то сказала, «Из всех аргументов в пользу вегетарианства, те, которые озвучивают люди, самые слабые. Свинья больше всех заинтересована в спросе на бекон. Если бы все были евреями, то свиней в мире почти бы не осталось». Конечно, это крайне спорное заявление, но тут есть о чем поразмышлять. Ну и на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Прощаюсь с вами. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok